Привет всем! Знаете ли вы, чем кроме бензина и дизеля можно заправить машину? И причем здесь Африка? Нет? Тогда поехали! С ним знаком почти каждый. Его формула проста. Один атом углерода и четыре атома водорода. Это метан или природный газ. Тот самый, что горит на кухне. А еще на нем можно доехать до дома. Заправить автомобиль можно либо сжатым газом, по-научному, компримированным, либо сжиженным. Для этого газ нужно или сжать 200 раз, или сильно охладить до жидкого состояния. Кроме автомобилей, сегодня на метане могут ходить суда и ездить в поезда. А также, главное на селе, тракторы и комбайны. И, конечно же, те, без кого немыслима жизнь города. Автобусы и такси. И все это без дыма и запаха. Кстати, у легендарной российской команды КамАЗ Мастер есть гоночный газовый грузовик. Он дебютировал в 2015 году. И не где-нибудь, а сразу в Африке. Машина выдержала испытания бездорожью, жарой и песками. В 2019 году КамАЗ прошел марафон «Шелковый путь» из России через Монголию в Китай. 5000 километров по тайге, степям и пустыне всего за 30 часов. И оказался в пятерке лучших грузовиков. А еще получил приз за вклад в экологию. Все дело в том, что при сжигании природного газа почти нет вредных выбросов оксида азота, оксида углерода и бензопирена. Это очень важно, особенно для городов, где много машин и так не хватает чистого воздуха. И еще один плюс. Газ дешевле бензина и дизеля в несколько раз. Он не требует переработки, как нефть. С места рождения он поступает сразу на заправочные станции. Отсюда и выгодная цена. А природного газа в России, ну, очень много. Мы вообще на первом месте в мире по его запасам. С каждым годом появляется все больше станций, где можно заправить машины экологичным и экономичным топливом. В России таких заправок уже больше 500. И можно доехать, например, от Петербурга до Сочи, наслаждаясь по дороге красотой природы, которую мы вместе сохраняем, выбирая доступную и эффективную альтернативу бензину и дизелю. На сегодня у меня все. До новых встреч. Пока!